Добрый день! С нами персонажи, которых в принципе не обязательно представлять и так все знают. Вы, скорее всего, такие уже матерые косплейщики, не первый год участвуете, у вас большой опыт, судя по костюмам. Нет, это первый фестиваль и первый выгул этих костюмов. Да? Да, серьезно. На самом деле костюмы мы делаем давно, но именно выступления на крупных фестивалях сейчас это впервые, то есть так мы этим занимаемся. Это ваш костюм, вы, получается, его, какой по счету, который вы сделали костюм? Если так посчитать, то где-то 12-й. То есть я, например, вот у меня именно в детстве появилось вот это увлечение, в 6 лет еще, когда я посмотрел фильм «Звездные войны», мне это очень понравилось. Я начал делать штурмовиков, Дарта Вейдера из подручных материалов, из того, что было. И мне понравился сам процесс создания, типа неважно, что у тебя получилось, лично для меня это тогда было, но важен сам процесс. То есть это очень, на самом деле, классно, это поднимает настроение, то есть интересно, на самом деле. Особенно, когда у тебя начинает получаться, когда ты делаешь своими руками что-то, а потом смотришь со стороны и как-то, не знаю. Спасибо. А вы? Это, получается, его как раз-таки костюмы, он мне его дал. Из чего вы сделали этот костюм, эти костюмы? Ну, на самом деле, это очень бюджетный костюм, тут никаких таких, ни 3D-принтера, ничего подобного, тут чисто все ручная работа. Пенокартон, ткань, папье-маше и так далее, поролон, то есть мышцы, вот это все делать. Все это, все пошивается, вырезается, склеивается на клеевые стержни. Вы максимально обносите подручных средств, что, может быть, у каждого дома найдется? Ну да, то есть на это опор идет, то есть на самом деле при желании, то есть можно сделать что-то подобное, то есть не обязательно иметь какие-то большие деньги, то есть просто уметь немножко, на самом деле, и желание большое, и терпение, и вот нервов, кстати, очень много на это уходит, вот нервы главные нужны. Вы сначала прорисовываете как-то макет, не совсем разбираясь вот как раз в технологии, то есть сначала, изначально что, вы делаете рисунок, набросок? Да, 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 и эскизы — это главное, вот со всех ракурсов, каждую деталь, каждый доспех, то есть если ты, например, косплеишь определенно какой-то персонаж, например, как я. Вот сейчас у меня косплей «Хищник-волк» из «Чужие против хищника» «Реквиум», я вот разбирал фильм покадрово и вырисовывал всякие вот броню со всех сторон, чтобы ее сделать максимально так же, как в фильме, и эскизы — это естественно. Вот, например, вот этот вот костюм, он чисто вот по-моему сделан, то есть я его придумал, арт нарисовал эскизы, вот это все, и по нему уже делал саму броню. То есть эскизы — это неотъемлемая часть, по-моему, то есть это обязательно. — А по времени сколько ушло на вот эти костюмы? — Если суммировать в общем, то это где-то месяца три с небольшим, то есть сам костюм я делал, ну, каждый по три месяца. Вот у него три, точно три вот месяца, а у меня почти четыре, вот три с небольшим. И это все происходило с перерывами, то есть бывает, ты иногда забьешь там по причине там учебы или интерес как-то пропадает, то есть в промежутке вот мой костюм именно, почти год вот был. А если чисто процесс просуммировать, то получается три месяца. — Получается, в будни работа, после работы приходите там по чуть-чуть доделываете, там выходные немного? — Да-да-да, именно. Вот когда есть свободное время, я его постоянно, вот почти всегда посвящаю именно творчеству. То есть я делаю кукол, делаю костюмы, рисую и так далее. То есть даже пишу сценарий к своему фан-фильму, где как раз эти костюмы будут задействованы. То есть изначально я эти костюмы делал именно для своего фанатского фильма, то есть пытался правдоподобно сделать. А потом подумал, почему бы не выступать в каких-нибудь фестивалях. — Вот этот фанатский фильм, можете поподробнее рассказать? Какая задумка? — Ну, это на самом деле так... Не то что секрет, это очень долго на самом деле рассказывать, потому что там завязка большая. То есть там еще и продолжение будет, и сиквелы, приквелы, вот это все там будет. — А что это будет не короткометражный, а именно полноформатный фильм? — Фанатский фильм по мотивам, то есть по вселенной «Чужие против хищника». И там будет самая первая часть, которую собираюсь делать, она будет пробной. То есть если это людям понравится, если у нас все получится, то мы собираемся дальше делать. То есть если так посмотреть, я написал сценарий в виде комикса сначала. То есть потом всякие недочеты, если у меня там было что-то не так, не совпадало и так далее. Были какие-то непонятки, непонятно почему так, непонятно почему они пришли и так далее. Вот я разделил их на три фазы. То, что было перед этим и потом продолжение. Если пойдет фильм нормально, когда я его сниму, вот этим летом собираюсь уже начать. Если пойдет дальше, то уже будет проект целый. — Получается, за лето, за три месяца собираетесь полностью отснять? — Ну, не полностью, хотя бы частично, потому что там есть некоторые проблемы с арендой, там техники некой и так далее. То есть нужно будет еще группу, с которой будет играть спецназовцев, то есть нанять как-нибудь. Сейчас пока с финансами вот все грустно. — А, то есть вы, получается, будете еще доплачивать актерам? Я думаю, просто какие-то энтузиасты, именно ваши друзья, которые... — На самом деле, да, есть те, кому эта сама задумка понравилась, которые готовы за бесплатно, просто потому что, ну, это же классно, типа, у них самих есть интерес, и сами хотят засветиться как-нибудь. Ну, проект поддержать и так далее, начинаешь, потому что они понимают. То есть там большинство именно актеров, которые нормальные, ну, там просто их много, там есть и хищники мы, и чужие, и обычные граждане, и спецназ, и так далее. Там просто часть уже отобрана как добровольно, а остальная часть, она как бы или за деньги, или, типа, мы тратить время на это не будем, поэтому вот так. — А по жанру это что будет? — Это скорее фантастический ужастик, боевик какой-то, то есть там и ужас, там и кровавые всякие сцены и так далее, как бы без этого никак. Как бы вообще хищник, как фильм, задумался как ужастик и боевик. У нас фильм такой же вот будет. — А актеры, которые еще будут задействованы, вы для них тоже будете и грим, и костюмы? — Да-да-да, грим у всех будет, то есть там нужно будет кому-нибудь состарить, и шрамы всякие от боев и так далее. У нас, то есть, хищников всего в фильме будет четыре, а чужих нужно будет очень много сделать, чтобы мы их пачками как бы в фильме валили и так далее, чтобы они потом еще спецназ разносили и так далее. Ну, там, и грим, ну ты тоже. — Получается, до лета вам еще много костюмов для чужих надо сделать, или они уже есть заготовки? — Мы, вот есть, кстати, насчет чужих, мы нескольким людям написали, чтобы, ну, как-нибудь поддержали, потому что у них уже готовые костюмы в косплее, они ходят тоже на фестивале. — Я вот с ними связался, только вот они денег требуют, потому что это тоже как-то... Не за бесплатно никто мне не делал. — Вот да, это могли бы поддержать, действительно, как-то странно. — На самом деле их можно понять, потому что это как бы и силы, и время, тем более костюмы габаритные, в них приходится потеть и так далее, то есть это на самом деле очень сложно. — Вот сейчас довольно жарко, вам жарко в ваших костюмах? — Это полбеды, не то что жарко, это ты вот потеешь без остановки, жарень просто чудовищная, тебе жмет еще голову, и некоторые люди такие особо не понимающие, неаккуратные подходят, тебе могут что-то отломать, что-то дернуть и так далее. Иногда толкают, тебя сносят и так далее. Вот просто каждый фестиваль, вот ни один фестиваль не проходил без поломок, то есть вчера мы ходили, реставрировали по 4 раза получается в день, мы сидели, все доклеивали, доделывали и так далее. И вот несколько минут назад мы сидели вон там, впереди, и тоже доклеивали сидели, то есть они отламывают все. — А что отвалилось, отломалось? — Ну, как, ну, вот это отломалось, у меня еще дреда здесь отцепилась, вот здесь вот она вот двигается, шатается, и когти отломали, вот здесь было закрыто, и вот пушки тоже отламывались, ну, короче, хрупкая работа. — Значок прям. — Ну, значок, да, без этого никак, это святое. — Вы тоже расскажите о своем опыте, о своих впечатлениях. — Ну, вообще, мне фестиваль в целом-то понравился, и да, это очень жарко в нем ходить, и он не такой уж и легкий, особенно когда ты, допустим, идешь просто прогуляться по улице, а к тебе подходит куча народа фотографироваться, и ты по полчаса, а то и бывает по часу не можешь даже с места сдвинуться и стоишь под палящим солнцем. — Вы собираетесь еще в каких-то фестивалях, наверное, участвовать? Постоянно, да, участвуете в разных фестивалях? — Ну, да, у меня еще несколько образов есть, например, паук, и планировалось поехать, не знаю, например, на Гик Пикник, Джей Фест, ФФП и, конечно же, Игромир. — Так, Гик Пикник там, а, да, там тоже костюмировано, а ФФП — это Альфа Фьючер Пипл? — Нет, ФФП, при фэндом пати. — А, как еще раз? — При фэндом пати. — Это тоже косплей или? — Это межфандомный, скажем так, да, фестиваль, ярмарка. — Он не особо, на самом деле, он не особо известный, но такой маленький, то есть там всякие сходятся, там, обмениваются и так далее. Без косплея ни один фестиваль, мне кажется, не проходит. — Там, кстати, достаточно лампово, скажи. — Там лампово достаточно. — На самом деле, там какая-то атмосфера дружеская вроде, то есть народу не особо много, там большинство, все вот друг друга знают и так далее, то есть там какая-то, знаю, домашняя атмосфера, то есть там классно, на самом деле, уютно еще, поэтому вот так. — Эпикон первый раз вот в Москве проходит, как вам вообще впечатление от фестиваля, от организации, от всего? — На самом деле, вот мне очень понравилось количество стендов, всяких мероприятий, выступления, 200 с небольшим человек выступало. Пока я в очереди стоял, тоже на выступлении запарился, чуть сознание не потерял. Ну, на самом деле, вот сам фестиваль, вот «Сокольники», вот это все просто почти вот на уровне «Играмира», то есть все на высоте. То есть прям классно, на самом деле. — Самое классное то, что сделали нормальную, большую, адекватную гримёрку и даже кулер поставили, потому что не на всех фестивалях такое было. Например, тот же самый вспомним «ФФП», там гримёрка была как одна маленькая комнатка, воды не было, очень жарко, тесно было. А тут прям уже можно разгулять. — Одно зеркало на семерых, там, не знаю, по минуте, а там прям все, стена в зеркалах, куча вешалок, то есть здесь гримёрка очень удобная. — Там и есть... — Там очень хорошо относится, прям заботится. — Да, тут, кстати, чем отличается, вот на всех фестивалях, которые я был, там, в принципе, людям было наплевать на то, что это ручная работа, они особо не задумывались. То есть могли... Ты мог оставить костюм, например, там, переодеться и отойти куда-нибудь. Они могут просто наступить на него, кинуть на него свой рюкзак, то есть не ценят чужой труд и так далее, то есть очень халатно к этому относятся. А здесь они понимающие, то есть иногда даже место уступает, где там рюкзак лежит, они такие вот, убирать рюкзак, типа вот можешь положить и так далее. То есть здесь люди понимающие, здесь люди нормальные. На самом деле, не знаю, с чем это связано, но вот так вот. — Костюм вы перевозите, у вас какой-то большой такой рюкзак, куда это все помещается, вы аккуратненько так складываете, либо вы на машине приехали, все костюмы привезли? — На самом деле, на самом деле... — Вы едете в метро, так? — Да, мы едем, так, в метро, потому что по-другому никак. Костюм уж слишком хрупкий, чтобы его носить в рюкзаке, а машины, чтобы перевозить, у нас нет. Поэтому приходится в метро. И в метро, кстати, надо тоже фотографировать иногда останавливать, типа... Ну, так вот приходится делать, на самом деле. — Мне сегодня фотосет вообще в метро устроили. — Ну да, вот фотосет, да, вот просто на все метро засветились. Ну, просто выхода другого нет, ну, а почему бы и нет, на самом деле? — Нам говорят, что уже все, к сожалению, пора, уже времени мало остается. Большое вам спасибо за такое разностороннее интересное интервью. Желаю вам удачи, желаю вам хороший фильм снять. Спасибо. – Большое спасибо. Продолжение следует...